Вписанный в окружность четырехугольник, при которой мы знаем, что сумма сторон А, В и С, Д равна длине отрезка А, Д. Нужно доказать, что биссектрисы углов В и С пересекаются на отрезке А, Д. Другими словами, что существует окружность с центром на отрезке А, Д, которая касается вот этих вот трех сторон, А, В, С и С, Д. Смотрите, что мы с вами уже сделали? Мы уже знаем, что если есть окружность, если четырехугольник вписанный, то в таком случае А, В, С, Д равно А, Д. Давайте я напомню эту задачу. Если окружность существует, то в таком случае это раздевает. А теперь, наоборот, надо, зная, что есть вписанный четырехугольник, и у него А, В, С, Д равняется А, Д, надо доказать, что биссектрисы пересекаются на этом отрезке. Если есть вписанный четырехугольник и окружность с центром на его стороне А, Д, которая касается сторон А, В, С и С, Д, то в таком случае А, В, С, Д равняется А, Д. Это мы делаем. В общем, в принципе, мы сделаем. А надо, наоборот, как из факта получить похожий, но расположенный сток. Мы рассмотрим эти самые биссектрисы и предположим, что они пересекутся не там, где нам надо. Представьте себе, что биссектрисы мы провели, а они пересеклись там или выше, или ниже. Я не знаю, как вам приятнее рисовать, выше или ниже? Выше. Выше, отлично, пусть будет выше. Итак, одна биссектриса, другая биссектриса. Вот у нас здесь углы равны, здесь углы равны, отлично. Они пересеклись не на отрезке А, Д, а где-то выше. Надо сейчас на этом чертеже получить картинку, похожую вот на эту. Через точку пересечения провести прямую параллельно А, Д. Да, конечно, проще всего, ребята, провести прямую параллельно А, Д. Смотрите, что тогда возникнет. Вот здесь возникнет некоторая точка А, штрих. Здесь возникнет какая-то там точка Т, штрих. И очень важная вещь. Если прямая параллельная, то эти углы равны. Понимаете? А как там определяется, вписанный или не вписанный штрих волей? По сумме противоположных углов. Сумма противоположных углов не изменилась. Это значит, что вот этот вот А, штрих, В, С, Д, штрих тоже вписан. А если он вписанный, то можно применять вот эту задачу. Значит, кроме того, что нам дано, мы можем приспокойненько написать, что А, штрих, В, плюс С, Д, штрих, это есть А, штрих, Д, штрих. То есть А, Д равно А, штрих, плюс А, А, штрих, Д, штрих, плюс Д, штрих, Д. Так, давайте я еще раз перепишу. Итак, чему же говоришь А, Д равно? Ну, А, штрих, плюс А, штрих, Д, штрих, плюс Д, штрих, Д. Потому что А, штрих, А, штрих, плюс А, штрих, Д, штрих, плюс Д, штрих, Д. Так, давайте поймем, почему. Ну, смотрите, А, Б, это А, штрих, Б, плюс А, штрих, А. Понимаете, да? Отрезок А, Б разложили в сумму А, А, штрих, плюс А, штрих, Б. И отрезок С, Д разложили во что? в сумму CD' плюс D' А дальше сказали, что эти два отрезка как раз и дают нам A' D' Правильно? Ну а когда у нас отрезок равен в длине ломаной, которая соединяет концы, это на самом деле означает что? То, что A' принадлежит отрезку AD и D Что все это одна и та же точка Если у вас ломаная идет не по отрезку, то здесь будет строгая неадость Поняли?